Что непонятно? Национальное освободительное движение Наши враги А вы американец? Нет, я русский Трамповец? Бандера из Бандера что ли? Бандеровцы тоже русские были? Конечно за власть, а вы за американскую власть? Что такого-то? Дальше работайте нахожусь Да, бандеровцы за Гитлера работали А партизаны за Сталина Удачи вам А вам посидеть удачно лет 10 Но выборы в колонии Вы выбираете себе надсмотрщика Понимаете? Сколько выбирали партий? Сколько выбирали правительства? Да всех допускают 100 партий, уже за 100 партий голосовали Толку никакого, поверьте мне И не будет Зюганов в 90-е годы был Зюганов, все законы Которые нас грабят Зюганов принимал в 90-е годы Но вы говорите партии надо поменять Вы говорите надо менять А он не оппозиция? Зюганов был у власти в 90-е годы Ну вот не знаете Мы вам сейчас объясним Это колония Слышали колонии такие бывали? Вот они наше начальство Это наше начальство Он решает Какой курс валюты у нас будет Это другое дело С 91-го года мы колония Вот вы туземецы Говоря по литологическим языкам Да Вас грабят Десять раз сократили производство у нас В колонии Так так и положено Мы войну проиграли Холодную Слышали? Была такая Все промышленное Так и должно быть Мы бы не стали уничтожать Если бы мы были хозяева Уничтожили за рубежа Народ им дал это право В 93-м году Так Конституция написала Что мы им предоставляем Все полномочия В 93-м году 12 декабря Было всенародное голосование 32 миллиона проголосовали За наш второстепенный статус Второсортный 32 миллиона пришло Помните Интегрированное международное сообщество Помните такие выражения? Ну вот вспоминайте Читайте литературу Ваш президент Ваш президент Трамп Ваш президент Трамп Трамп президент И мой тоже Трамп Да Потому что они метрополия А вы колония Вы туземец В колонии человек второго сорта А здесь лишь колониальная администрация Вот читайте А здесь колониальная администрация В Москве сидит В промежуточной шестеренке А? Кто лидер колониальной администрации? Какая? Лидер Трамп 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 решает кто там будет МВФ Габриэль Дебелла Подписывал президента Потом публиковала новая газета Президент Президент по конституции Обязан подписывать Все законы Приняты А вы не знали? А вы не знали? Это ваши пробелы? Это ваши юридические пробелы? Вы не знаете статус? Вы не знаете? Вы неграмотный? Вам заплатили Как и вашему лидеру Вы неграмотный? Вы юридически безграмотный? Я бы вам сейчас слесо сломал Если бы здесь не было Да, сломали бы Вот это единственное Это единственное Что вы можете Вы проплаченный подонок Да, да, конечно А вы безграмотный просто Вы немлевская шлюха А вы трамповская шлюха Да, вышла трамповская Трамповская Я не хочу, чтобы мои территории Территории моей страны Отдавали Китаю И отдавали Уже отдали Уже в 93-м году отдали Я не хочу, чтобы я выгодила пенсию 65 лет 32 миллиона проголосовала За колониальный статус Вы туземец в этой стране В 93-м году за эту конституцию проголосовала Я не голосовал за эту конституцию Вы разделяете судьбу Ваших родителей Родственников, которые проголосовали Изучите 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 вопрос Изучите вопрос А вы безграмотный А вы безграмотный Да, да У вас документы есть Какой-нибудь насчет грамотности? Кто вы, что вы представляете вообще? Вот нахрена вот с этой бумагой Вы же объясните? Так, отойдите Ну я же, грамотный Свой сначала предъявите диплом Потом мой спрашивайте Таким грамотным набрали Я не знаю Ну короче, вы меня пришли пообсуждать Вы вопросы никакие обсуждать не пришли Вы меня пришли обсуждать Вы обо мне хотите поговорить? Я хочу сказать Вы сюда пришли поговорить обо мне Правильно? Такие, как вы Такие, как вы Уничтожаете нашу страну Передавайте При чем здесь Трам? Разберите Кто отдавал территории Китая и Японии? Кто отдавал морские шельфы Норвегии? Как вы отдавали морские шельфы Норвегии? Шеварнадзе Шеварнадзе подписал Медведев подписал Идите разберите Идите разберите Кто утверждает Главу Центрального банка Российской Федерации? Кто ставит премьера? Кто устанавливает всех Основных ключевых министров? Твой президент Вашингтон За которого здесь никто не голосовал Вашингтон Подонок Вашингтон Из тех, кто здесь пришли Никто за него не голосовал Разберитесь в вопросе Вы просто глупенький молодой человек Не живший тогда еще Вы просто ребенок Вы ребенок просто Вы просто ребенок Дитё малое Дитё малое Малое дитё Дитё Ребеночек вы Человек приходит И несет какую-то кресть Вот он Ну так Ну соответственно Значит он несет Объяснить не буду Образования нет Вот такой идете И несете Всем разговаривайте Да Вы против демократии? Это по-моему Путин сказал Что либерализм Это Так Не надо куда-то убрать В принципе Я не за демократии Так Вы Вы по закону По закону я имею право тут стоять Все Вы можете со мной поговорить Подойти Но оскорблять не надо Подобно вот ляле Вот это ляле малолетней Ты мне хочешь возрастом словить Дядя? Да есть аргумент? Да ничего Конечно есть Кто Курильский остров Передает Японии? Я или Трамп? А ты не знаешь Кто передает? Путин По международному праву Чьи Курильские острова Курильские острова Принадлежат Советскому Союзу И как наследие На основании Какого договора? Ты хочешь меня убить Контекстуально? Да На основании Какого договора Курильские острова Принадлежат В Курильской Федерации Указано Что ни один субъект Без референдума Не может быть передан Территория опережающая развитие Я говорю про международное право А не про конституцию Российской Федерации Вы слышите про что я говорю? По международному праву На основании Какого договора? Вот не знаете Идите разбирайтесь Про конвенцию О неделимости Послевоенных границ Кельсинское соглашение Кельсинское соглашение О неделимости Послевоенных границ Все Такого нету Соглашение Оно всегда Двустороннее Трестороннее Вот допустим Калинин Когда калининград С нами перешел Если говорить Как бы Вот этого дерева нет От него От этого дерева Не перестает существовать Просто Есть такое соглашение С 63-го года Где подписано было? В Кельсинки В Кельсинки В Кельсинки В Кельсинки Нам только отдали Калининградскую область Про Курильские острова Там ни слова Идите читайте Идите читайте Кельсинское соглашение Про Курильские острова Там ни слова Это были границы идите разбирайтесь калининград там нам отдали кенисберг про куринский там ни слова я вам правду говорю а вы не хотите не верьте ваши проблемы идите читайте текст подпись собирается ну вот может прочитать это долго мне так объясните но вот это прочитали но мы сейчас колония 93 году мы проголосовали за колониальный наш статус за конституцию колониальную мы сейчас туземцы люди второго сорта нас грабят в 10 раз нам по мыши промышленное производство сократили из-за того что мы проиграли конечно из-за того что мы проиграли холодную войну вот мы собираем голоса чтобы пересмотреть наш статус важно что мы колонии перестанем быть нас перестанут грабить у вас будет там пенсия зарплата будет в 10-20 раз больше вам по барабану будет то в кремле сидит если у вас будет 200 тысяч зарплата привет мы живем то бедно потому что бы колония а не потому что там сидорова на иванова на петрова поменять надо это колониальная администрация в москве как вы не можете понять нет вам не понятно вы до сих пор вы до сих пор еще здесь смотрите на москву на москву не надо смотреть мы колония вашингтона америки мы проиграли холодную войну как мы гдр управляли сейчас так нами из вашингтона управляют а кто здесь сидит у них 10 комплектов вообще всех тут правителей наших вы понимаете это или нет вообще американцы ходорковского хотели вместо путина если вы считаете что ходорковский тут бы что-то тут навел порядок вот и поверьте мне не было такого причем голосование мы проголосовали за конституцию 93 году мы колония официально 93 года не неправильно мы топим за суверенитет мы сейчас колония вот вы человек третьего сорта туземец в колонии вас грабят все ваши как бы то что вам предки ваша в том числе в том что ваши предки отвоевали они сейчас американцам все принадлежит по закону по конституции почему вы туземец вы человек третьего сорта рабы рабы когда у американцев рабы закончили они их вешали поле по любому этому вы для американцев никто вы пыль под ногами для них я тоже я тоже только я сопротивляюсь а вы ходите пока еще не соображаете а чем я только телефон не буду ну прочих поставки и где день и месяц рождения чипра ларис помоги дам учились привет мы победим газетку зелим это вот какое министерство ну то что я вам говорил вот это через там официально сидят иностранцы и управляют вот центральным банком вот этим против почитайте ну вот до бедные 7 процентов ввп америки америки россии а это от россии за счет грабежа россии это официально цифры а вы как дурачки ходите тут лопухи лопушары подписывать будете подходите сюда идите курить я уже да 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 у вас как вот идеология что но вы не знаете что такое идеология вам вам ликбез провести в качестве идеологии хотели бы видеть это идеология это не личное творчество это творчество коллективное вот чем отличается идеология от мировоззрения мировоззрение может быть у одного человека идеологии может быть только у большого коллектива такого пример как государство цивилизация я вы понимаете дачу я говорю у человека идеологии быт не можем вы одно хотите а другой молодой человек третий вам оно partido вам она сейчас запрещена понимаете вы человек третьего сорта вам любая запрещена вы как животное без идеология понимаете да вот у стадはは да животных нет идеология у государства Да, 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 да. Совершенно верно. А что вы на роль государственной идеологии предлагаете? Ну, народ должен решать путем демократических процедур. Как во всех странах. У нас единственная конституция, где запрещена идеология. В остальных странах как-то разбираются. Или вы нас до дебилов держите, вот так вот, честно признайтесь. Нет, ну вот конкретно вот вы. Ну, если меня возьмут в институт идеологический, я там буду думать уже, начну думать. А сейчас еще что мне думать, зачем? Нет, зачем вам вот идеология, если вы ничего не придумали? Да, так какая-то сегодня. А при чем тут я-то? Я не государство пока еще. Вот когда, вот сейчас у нас идеология колониализм называется. То есть вы человек третьего сорта, живете в колонии. Метрополия находится, град на холме находится за Атлантическим океаном в Вашингтоне. Вот вы по ихней идеологии сейчас человек, как бы, вы должны платить, каяться, вас должны грабить. Суды все должны там за рубежом быть. Вот вы сейчас в этой идеологии, она вам нравится, наслаждайтесь. Если хотите свою разработать, можете подписать. Да-то какая-нибудь сегодня, или просто договорились. Митинг, да, согласованный митинг. Это очень странно, что вы вот бьетесь, собираете подки. Я не бьюсь. Я не бьюсь. Не вредим. Но вы даже никакого мнения не имеете. Вот какая идеология нам нужна. Ну как что? Так, секундочку. Вам нравится в холуях, что ли, ходить? Я не верил. Так, давай, давайте. Ну это, я вам намекаю на то, что вы неправильный вопрос ставите. Ну давайте. Да, партизаны на оккупированной территории должны... Сюда подходите, мужчина, тут удобнее будет. Я не помню, я дату, номер паспорта. Номер паспорта не обязательно. Человек, как бы, живущий в колонии и не должен ни о чем думать. Я тут все ответы есть. Я почитаю. Вы изучите вопрос. Вы просто только-только, видать, столкнулись с этим. Мы уже 6 лет занимаемся выводом России из колониального статуса. И сопротивляемся вот с этой вот дубовостью, как бы, людей, которых с 91-го года... Вы представляете, у нас все учебники в школе, все 600-700 учебников, написаны на фонды деньги Сороса. То есть это они там сочиняли. Если вы учебники заглянете в школьные, это вообще ужас там что-то творится. И то же самое все наше телевидение. Вы когда букву М измените на метро, на настоящее. Сейчас, секундочку, а вы еще день, день и месяц рождения напишите, пожалуйста. Не, ну, 15. Вы вот это, отмените букву М, на настоящее сделаете. Хорошо, подпись, подпись мужчины еще. Вот здесь вот подпись. Вот когда вы осознаете, что вы живете в колонии, что вас грабят, что в 10 раз 91-го года наше промышленное производство враги, как бы, ну, наши хозяева в Вашингтонске опустили. Вот когда вы поймете, когда вам, как бы, кусок в горло не станет лезть, вот из-за того, что вы халуй, понимаете, вот тогда вы начнете хоть что-то, вот, как бы, понимать. Ну, пока вас все устраивает, я так смотрю. Я этого не говорил. Ну, тогда думайте. То есть, у вас единственный вопрос, как бы, по идеологии возник. То есть, как у раба, вот, раб, один раб другому говорит, а у тебя какая идеология там будет, на лежанке они ворочаются, там, рядом с хлопковым полем. А у тебя какая идеология будет, а у тебя. То есть, вы еще не освободились, вам рано еще об этом судить. Не ваше это халуйское, халопское дело, судите об идеологии, когда вам, вы вообще рабы еще, халуи. Поэтому вопрос, вопрос преждевременно ваш поставлен. Понимаете, вы понимаете, да, о чем я говорю, я аж как бы... Почему? Вы вот говорите, что это самое, вот вам нужна государственная идеология. Да, да. Лично вам нужна? Ну, конечно. Я русский человек, я же не американец. Что вы... Да, подходите сюда. Вот, фамилия Милыча. Разбирайтесь, разбирайтесь. Я же не говорю, что вы должны там за минуту разобраться. Должно время какое-то пройти. Вы должны проникнуться. Вспомнить своих предков, которые как бы за независимость Родины воевали, жизни отдавали. А так у нас народ делали космополитами. Они считают себя там, что они там равны там всему миру. Да вот фигушки, никому они там не равны. А что? Русский человек он лучше. Мужчина, а можно телефончик еще? Там просто старичок, у него нет телефона. Русский человек он лучше, чем американец. Русский человек на своей земле должен сам распоряжаться. Как вы не можете понять? Если я приду к вам домой и буду вас распоряжаться дома, вы быстро вспомните, что вы на вашей территории лучше, чем я вот на вашей территории. Понимаете, нет? Газетку возьмите. Да не, спасибо. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот я приду к вам домой и буду, так сказать, там это вот, все распоряжаться. Вы быстро вспомните, что вы оказывается тут лучше. Или я-то лучше в вашей квартире. Вот кто лучше в вашей квартире? Также и на нашей территории мы должны себе писать законы. Все 5000 законов сейчас нам написаны из-за рубежа. Здесь их только переводят и принимают. То есть вы вот так территориально мыслите? Конечно. Хорошо, а территория, как вы говорите, наша? Наша, по международному праву, это граница 45-го года, что непонятно вот так. По международному праву даже. Вы считаете 45-го года? Это все считают. ООН, ООН была основана, знаете, такое ООН, 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 Второй мировой войны. Ее основали страны-победители. Ну а что вы удивляетесь? Развала СССР вы не признаете. Так а его по международному праву и нету пока еще. Он незаконный. Я понял. В ООН Россия вот с такой вот звездочкой числится. То есть звездочка, это значит переходный статус. Либо вы до конца разваливаетесь. Вот как Чехословакия, Чехия и Словакия, они официально разошлись, кучу бумаг оформили, провели везде референдумы. И с этими бумагами, референдумами пошли в ООН. Сейчас официально сидит Чехия, официально сидит Словакия. Мы такого не провели. Либо обратно собирайтесь. И как бы вот так вот. То есть мы сейчас числимся пока как СССР. То есть мы еще по закону процедуры не пройдены у нас. А что, вот эти всякие там государства, типа Украина, они... Они незаконные пока. А это временно, это наш внутренний статус. Это фигня, да? Конечно, конечно. Это наш внутренний статус. То есть мы как хотим внутри. Вот вы захотите с женой, будете там... Вы в одной комнате домок себе установите, она в другой. Но пока вы не разведетесь, вы семья, понимаете? Даже если вы там... Два холодильника у вас отдельные. Вы должны официально развестись. А официально Советский Союз не развелся. В 1991 году не раздался. Нет, конечно. Это беззаконные акты Горбачева. Это все расстрельные статьи. Что не бумага у него, то расстрельная статья по законам СССР у Горбачева. Что думаете, он сейчас в Америке-то живет? Все свои приказы Горбачев писал в связи со сложившимися обстоятельствами. Не на основании такого-то закона, такого-то положения, такого-то этого. А в связи со сложившимися обстоятельствами. Ну, то есть глупости писал. Ну, как глупости, расстрельные. Его расстрелять за эти глупости. По законам СССР надо. Мне очень нравятся, нравились СССРовские порядки. Нет, порядки вообще любые могут быть внутри. Мы только границей занимаемся. Порядками мы не занимаемся. Наоборот, мы считаем, что коммунисты развалили СССР. Что-то коммунисты виноваты в развале СССР. Но это мое личное мнение, это как бы неважно. Вы можете считать, что коммунисты хорошие. А я считаю, что Горбачев кто был? Главный коммунист. Так что порядки, это вы не туда обратились. Вы что-то перепутали. Алексей, подписать, да? Я на самом деле не подписывать. Нет, просто у меня есть, ну, такие вопросы. Меня зовут Денис. Алексей, ага. Вопрос такой. Я бы это все верю, просто мне еще осталось-то чуть-чуть разобраться. Ну, я просто... Прошу, не спрошу. Я для этого и встаю туда. Вопрос в следующем принципе у меня, да? Просто я понимаю для того, чтобы нам всем вообще жилучь хорошо. Независимо... Ну, россиянам, как бы там, или советским. Ну, неважно, да. Да, людям, да, да. Нам не хватает объединить. Поэтому я просто не имею опыта, просто я пытаюсь сейчас как-то организовать, ну, как-то людей вообще объединить на месте, там, где я живу, да? Ну, вокруг идеи какой-то. Да, да, да. Потому что, вот, например, вот вчера столкнулись с таким, что у нас там на территории, ну, грубо говоря, там, в близлежащих домах, да? Делают, скажем так, постройку, и, в принципе, я так понимаю, особо на народ, на его мнение, хотя бы нам тоже пикеты всякие такие... Ну, так и должно быть. Да, да, да. Их все, конечно, кидают. Ну, вот смотри, да. А я вам объясню сейчас, почему кидают. Правильно делают, что кидают. Сейчас я вам покажу бумагу, которую в 93-м году мы приняли какое положение. Вот, читайте. ЖКХ, это вот коммунальное хозяйство, это вот все дома, кто, Министерство строительства. То есть там или уплотнительная застройка у вас наверняка, ну, или какая-то фигня с ЖКХ. КПМГ, Швейцария, Делой Туш, Великобритания, Прайс Ватерхаус Купер, США. То есть вам надо бастовать не во дворе своего дома, а ехать в Вашингтон, берите бумажку, говорю. Ехать в Вашингтон и им там, да, да, и под белым домом. Да, так это тоже все понятно. То есть идея у нас суверенитета. То есть вот когда у вас будет, у нас будет суверенитет, то вы будете хозяином в своем дворе. Сейчас я вам хозяева настоящих вот показал. И ни один, ни один суд за вами не признает. Вот пока существует эта конституция, для любого суда вы человек второго сорта будете. А вот это и господа, это и люди первого. Но все равно людей надо же объединить. Я не против, но вокруг идеи именно суверенитета. То есть не по мелочам там, чей кот там обоссал, извиняюсь, там лестничную площадку. Я просто что хотел. Просто у меня нет опыта, да, в объединении людей. У вас все-таки уже так, ну, и координатор, да, все-таки. Я бы хотел, ну, если это возможно, вот, скажем так, могу ли я какой-то опыт получить от вас? Для того, чтобы, ну, что-то какие-то, не знаю, там, грубо говоря, наставления, да, там, советы и так далее. Вот в этом плане, потому что одно дело, скажем так, когда опытный человек помогает, да, неопытный. И когда неопытный человек один все это делает, это сложно. То есть мне не нужно, чтобы в этом присутствует и так далее, да. Мне просто нужен какой-то там добрый совет, как это сделать, да. Ну, примерно, может быть, нечего сказать. Ну, я в такой роли еще пока не выступал. Ну, как бы вы преподаватели, вы так меня воспринимаете. Ну, не, ну, как? Я говорю, что вокруг чего можно собрать людей? Вокруг двух вещей. Вокруг кормушки, ну, это нормально, это вот за столом люди вокруг там кастрюли собираются. Либо вокруг идеи какой-то. То есть у вас должна быть идея. Идея эта должна быть, как бы, близка, ну, близка всем людям, а надо эту идею до них донести. Понимаете? Потому что я его ловил, да, я понял. То есть и понятно, что у кого-то интеллекта не хватит идеи. Если у вас будет ложная идея, то на нее можно дурачков поймать, но люди поумнее уже к вам не пойдут, потому что они уже разберутся, что что-то вы там гоните. То есть вокруг кормушки вы не миллиардер, я смотрю, да. Поэтому вокруг идеи вот так вот собирайте. Вот у нас идея суверенитет. Какая еще у вас информация есть? Ну, так, чтобы почитать. Так, вот эту взяли, да? Вот такую взял, вот такую взял. Вот по Центробанку. Мы сами деньги не печатаем. Ну, как в любой колонии, это нормально. Да, 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 да. Это нормально. Все по плану. Да. Ничего, ничего, это 300 лет уже колониям англосаксонским. Вот мы ничем не отличаемся от них. Да. Такой же парламент, как в Индии был. Президент такой же в Индии был, кстати. И президент, и парламент был, когда пока не колонии были. И армия была полтора миллиона, а у Великобритании в 10 раз меньше была. То есть все было, все признаки. Какие у нас сейчас. И армия, и президенты, и парламенты, пожалуйста. Но колония, и сами деньги не печатаем. И в 10 раз в 15 сократили промышленное производство, так же, как в Индии в свое время. Ну да, я вас понял, хорошо, благодарю. А вы какая-то организация или что? Я бы на все слышал. Движение мы. А как называется? Национально-освободительное. Все, Алексей, просветание вам. Да, все хорошо. Да, да, да. Я понял, ну просто чтобы найти в случае чего где-нибудь. Так вы можете вот взять. Не, я понимаю, да. Что искать-то? В интернете? Там все, QR-коды, там все есть. А, окей, да, отлично. Хорошо. Можно нависить, и все. Что именно? 18 лет есть вам? Нет. Нет еще? Я просто хочу понять, что тут происходит. Ну вы родились, и судя по всему, уже в колонии. То есть вы человек как второго, третьего сорта. У нас есть метрополия в Вашингтоне. Это наши хозяева. Знаете, да, чтобы были колонии в мире? Да. Историю там хоть как-то изучаете? Вот, с 91-го года все наше образование, все наши министерства, все наши СМИ, они как бы управляются из-за рубежа. Все 5000 законов, которые вот у нас, по которым мы живем, тоже за рубежом написали. Здесь их только переводят на русский язык и принимают дума. То есть вы живете как бы человек третьего сорта. На чем это основано? А? На чем основано? На мировой практике колонизаторства. Ну как вот... Нет, как мы поняли, что мы идти по колонии? Потому что проиграли войну. Колония всегда проигрывает войну. Ну и колония, либо внешнеуправляемая... Колония чем отличается от внешнеуправляемого государства? Что внешнеуправляемая, она управляется из-за рубежа, а колония еще и грабится. Вот знаете, такая ГДР была страна? Слышали? Вот Третий рейх, знаете, Гитлер, там, Вторая мировая война. Вот когда победили Гитлера, была Германия такая страна. Вот Третий рейх. Она, ее разделили на две части. Одна часть ГДР, да, управлялся Советским Союзом, а вторая часть ФРГ управлялась англичанами и американцами. Это так называемая зона оккупации. И вот мы, ГДР, управлялся из Москвы. То есть все законы оттуда писались, там, все СМИ там утверждались, главные редактора. Ну короче, вся идеология была у них московская. Это нормально. Вот мы в девяносто первом году проиграли холодную войну. Что? Это будет петиция по окончанию митинга? Нет. Разбирайтесь. Могу полный текст вам дать почитать. Понимаете, да? Войны, войны. Слышали, войны такие были? Вот. Кто победил войну, тот управляет побежденным. И в зависимости от того, кто победил, какая у него идеология, он может грабить этого побежденного. Ну как англосаксы всегда там, Индию грабили, там, Китай грабили, да. А могут вот, ну как русские, русские тоже побеждали в войнах, правильно? И управляли. А русские, наоборот, разбивали. То есть, ну это уже зависит от менталитета, как бы, вот от наших. И когда мы проиграли? В девяносто первом году холодную войну проиграли. По итогам войны государство обычно разделяется. Вот я вам выяснил, когда мы Гитлера победили, ее разделили на 8 частей. Ну там по мелочи еще, там Польша отошла, Франция. Нас разделили на 15 частей по итогам проигрыша войны в 91-м году. Все признаки. На нашей территории сейчас стоят вражеские войска. Вот в 100 километрах отсюда, в Нарве, стоит танковый полк США. Это территория Советского Союза, вот так вот, на секундочку. Ну, дофига людей, которые... У нас свои войска есть. Войска в колонии, вот в Индии была полуторамиллионная армия, когда Англия была, как бы, владела Индией. Она воевала на стороне Англии. То есть мы сейчас... Почему Трамп говорит, что вот мы победили в Сирии. Ну, победили-то, как бы, российские войска. Потому что Россия входит в однополярный мир США. То есть США считают Россию, как бы, своим вассалом, своей колонией. И поэтому, даже если наши войска что-то там добились, то американцы себе приписывают, вполне, как бы, в законном основании приписывают себе вот эти победы. Если нам не управлять, то почему нам дали построить ядерную ракету, допустим? Так я вам объясняю, что в Индии было полуторамиллионная армия. В 10 раз больше армия была, чем в этом, в Великобритании. Ядерную ракету, вообще-то, мы построили еще до 91-го года. Вот так, чтобы понятно было. Продолжаем строить. Ну, у нас уже все реакторы закрыты. То есть новые материалы, оружейные, у нас не производятся. Мы только перекладываем старые, там, в новые эти начинки. Ну, подходит срок хранения, новые делаем, новые перекладываем. Ну, это уже технология. Я вам, как бы, так, крупными мазками все объяснил. Ну, а почему, почему доллар так резко, ну, наверное, так, почему рубль обесценит? Рубля не существует. Рубль – это перекрашенный доллар. Изучите вопрос. Мы деньги сами, мы сами деньги не печатаем. Вы человек третьего сорта, вам не положено деньги свои печатать. Ты же в ней выслушать ответ. Вы туземец. Я слушаю вас. Я слушаю вас. Да, это глупыш. Да, да. Вот обменник, пойди свои доллары там поменять, крашеные. Вот и им. Ага. Да, лечи меня еще. Жил, я плавал. На. Вы скажите, так кто страной управляет измена нашей? Ваш коллега сказал, что... Ну, законы нам пишут. Все 5000 законов за рубежом написаны были. Ой, сейчас, да. Здесь только переводят их и принимают. А что, а где тут пишут законы? Покажи. В Думе. В Думе. Нет, не пишут. В Думе артисты и спортсмены. Кто там пишет законы? Никто там не пишет. А им кто искривляет? Работает. Здесь. Да, да, да. Вы человек третьего сорта, туземец. Да. Ваша задача улыбаться, так сказать, и терпеть кайф. В пары, что он вранила животное, чем в России. В Думе. В Думе. В Думе. В Думе. В Думе. В Думе. Так и должно быть. Халуи должны плохо жить. Вот вы халуй. Вы должны плохо жить. В России живут хуже, чем в Европе. Так и должно быть. Это правда, что деньги у нас выкачивают. Потому что Европа нас выкачивает. Она живет за наш счет, за ваш. А вы улыбаетесь, вам это нравится. То есть вы еще и бестолковый халуй. Бывают халуи, которые запуганные, но они понимают. А бывают вообще тупые халуи. Нас не европу выкачивают, а наши собственные варьи. Да, да, да. И куда они вывозят? А вывозят в Европу, а не в Европу. Так это технология. Разберите вопрос. Англичане там тоже вывозили индусы. Да вы просто не разбираетесь. Вот и все. Вот и заморочили мозги ребенку. Он теперь вообще не понимает истины. Ну ничего. Вот когда прижмет, когда думать начнешь. Мы не хотим, мы тебе говорим правду. Ты не хочешь, не верь. Сотни, тысячи, миллионы людей, которые такого же мнения, так же, как и я, им всем тоже заморочили голову. А кто сказал, что миллионы? Где вот миллионы? Смотри, ваш тут жалкая кучка идиотов. Понимаете, сколько, допустим, на Ютубе просмотров на... Ютуб это американская технология. Они там сколько захотят, столько просмотров. И «Контакт» тоже американская. А вы что, не знаете? Вы знаете то, что «Контакте» полностью контролируется государством? И офис даже находится в Санкт-Петербурге здесь недалеко. И что? Тут дофига офисов находится в Санкт-Петербурге иностранных. То есть вы хотите сказать, что «Контакте»... Конечно, иностранное, абсолютно иностранное. И все акции «Контакта» принадлежат зарубежной юрисдикции, и «Телеграмма», и всему. Вы даже такой чуши не знаете. Акции «Контакте» принадлежат не зарубежным компаниям, зарубежным, зарубежным. Изучайте вопрос. Я изучаю вопрос. Дайте бумажку эту вот... Почитайте, я почитаю, что вы там говорите ради интересного. Кто нами руководит конкретно? А, в министерстве? Весь крупный бизнес у нас иностранный, вообще весь. Вот почитай, кто... Я уж про сетевой не говорю. Вас перед тем, как вы сюда вышли, вас консультировали, что вам нужно говорить. Кто у нас консультировал? Ты такой умный, оказывается. Да, политик-политик-новок целый, да? Нас консультировали. Нас консультировали. Да, еще оболочко такое, еще не обсохло. Нет, ты почитай, нет, ты почитай. Если человек говорит то, что ВКонтакте – это зарубежная организация. Зарубежная, да, да. Принадлежит даже иностранным. Она находится в зарубежной юрисдикции. Идите, изучайте вопрос. Я вам дал. Идите, изучите, потом... Я знаю прекрасно, зачем мне изучать то, что я знаю. Ну, конечно, все, все, он знает. Ты знаешь, так что тебе тогда тут? Что-то вообще так до сих пор пищи. Значит, значит, ты ничего. Если ты даже не знаешь, кому принадлежит бизнес я здесь. Я хочу послушать разные мнения. Вывести свою точку зрения. А то, что вы говорите... Разные мнения – это для идиотов. Мнение правильное только одно. Ты начинаешь... Разные – это значит, ты послушаешь разные, и ты будешь все равно тебя обманут. Не, не, не надо. Вон там, на той стороне, там пофоткай, здесь... А кто там на той стороне? А там Костя с этой цели. Ты же недослушиваешь ответ на перескакивание. Ну, сказали на ту сторону, по что? Я не знаю. Ну, там скобейки, наверное, тоже. А, ну, перескакиваешь на другое. Не дослушиваешь ответ, перескакиваешь на другое. Да это глупышей вот таких вот системы образования такая. Слушать-то надо уметь. Иди изучи контакт к кому принадлежит. Вот когда изучишь, поймешь, что он иностранный. Он не иностранный. 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 Ты ничего не знаешь. Ты глупенький еще малыш. Ляля, ляля-то еще глупенькая. Знаете, кому принадлежит контакт? Иностранный? Вы не можете это знать, пока документы не посмотрите? Нашему это Мусманову. Вот! Мусманов не наш. Это иностранный олигарх. Это... И что, когда припечет будете разбираться? Пока еще улыбаетесь, улыбаетесь. Не хотел разобраться. Ну и что, все его активы, которым он принадлежит, они находятся в иностранной юрисдикции? Ну а вы откуда знаете российское? Где он родился? В какой стране? Происхождение немножечко разное. Да, даже если бы это принадлежало Прохорову или Абрамовичу, 100% это все находится в западной юрисдикции. 100%. Все принадлежит офшорам. Совместно, совместно управляются, совместно интересуются. Так, секундочку. Вы управление отличаете от собственности? Вот как раз таки вы подменяете собственность. Да, я про собственность говорю. А управление намного важнее? Конечно, конечно. Вот я, к примеру, являюсь собственником вашей всей одежды, но вы сейчас пока ей управляете. Я скажу там, полиция, вот эта вся одежда моя снимите. Да. И вы пойдете голый. Это как Усманов пойдет без контакта без этого. Да, они в Купе работают, как собственность. Нет, нет. Они согласованы. Нет, нет, нет. Вас просто обманули на этой какой-то сложности. Все гораздо проще. Есть собственность, есть управление. Вот все Абрамовичи, все Прохоры, все Дерипаски, все Усмановы, они все управляющие. У них все, они все приехали сюда, вы меня дослушайте, они все приехали сюда с бумагами, на которой написано, вот такая-то фирма там Кипрский офшор, такая-то фирма там Виргинский офшор, такая-то фирма Гибралтарский, как у Дерипаски, доверяет вот этому человеку управлять своими активами, то есть там Русалом, там еще всяким. Они здесь только с этой бумагой. А кому конкретно, кто является акционером на Кипре, там на Гипралтаре, на Виргинских островах, эту бумагу сюда не привозят. То есть неизвестно, кому они принадлежат. Они все как управляющие. Вот Усманов, это говорят, что он там купил это. На самом деле он является сейчас управляющим контакта здесь. А собственники нам даже не говорят, что собственники. Вот когда теракт был в Домодедово... То есть он пешка. Он управляет, он директор, генеральный директор, он пешка? Он с него спускаются директивы. Конечно, конечно. Ну мы колония ихняя. А колония? Ну конечно. Но все наши... У нас нет крупного бизнеса частного, вы знаете? А это... Вы вот ткните куда-нибудь, скажите, вот этот крупный частный бизнес, он иностранным окажется. А почему у Усманов, у Усманов Российской Федерации, подчиняется директированным каким-то, ну, американским теканам, например? А почему нет? В колониях всегда так происходит? То есть он нехороший человек. Так, секундочку, вас... Так, так, секундочку. Вас, вот вы подали какое-нибудь образование, получили, к примеру, экономическое, там еще какое-то, юридическое, там. Вас подали там на биржу труда свою заявку. Вам сказали, вот, пожалуйста, за миллион долларов нам нравится ваше как бы это... Кому нужно миллион долларов, когда разговор идет, ну, о других каких-то... Так, так, секундочку. Вы пойдете работать туда? Смотря куда. Ну, по специальности управлять, к примеру, вы управляющий там крупными предприятиями. Вы закончили, у вас есть опыт. Все, вас тут... Нет, вы не подменяйте, я вам просто... Я вам коррекция говорю. Я вам простой вопрос. Короче, ну, вы не пойдете, следующий пойдет. Все. Вы можете не идти. Следующий пошел туда, вот, Усманов пошел туда работать. Усманову сказали, что это все принадлежит, как бы, Гибралтару, но вы здесь фигурируете, как бы, как будто бы вы владелец. Мы вас будем прикрывать, мы будем писать там в наших журналах Форбс, что вы там у нас там супермиллиардер. Потому что как будто бы это все ваше. Он такой, Усманов, ну, ладно, такое, а зарплата какая будет? Зарплату ему назвали, он такой, о, ради бога, или работа тебе лежачего. Они даже не управляют, они просто числятся, как бы, собственниками для отвода глаз. Вот, например, чем управляет Алишер Усманов. Ну, вот, например, мы взяли ВКонтакте. А какая разница-то? Ну, на примерах. Она, если она хочет, это, подписать. Пописать? А вот, обходите вон там. Обойдите, пожалуйста. Помогите, да. На примере. То есть, ему что-то говорят делать, например, все природные ресурсы, которые мы обладаем, по определенной заниженной ставке, используются в качестве наркотической подушки. То вывозите за рубеж, все, все вывозит. То есть, ну, как мы можем позволять? Наши государства. Так, по конституции нам не принадлежат недра. Вы знаете об этом? Принадлежат, но они какой-то государственной компании, типа Госпрома. Нет, нет. Они, имея наши недра с 93-го года, могут принадлежать частным иностранным лицам. Могут, но сейчас, наверное, в процентах. У вас, наверное, там могут, не могут. А я говорю, что так оно и принадлежит. То есть, это разрешено, это допустимо. Вот Дерипаска делает алюминий на нашей гидроэлектростанции. Делает алюминий, весь алюминий вывозится на Запад. Налоги хотя бы платят. Не на того. Если захочет. А вот это же проблема. 13 процентов. Алюминий, так сказать, стоит в 5-10 раз больше, чем он продает. Он продает в 5 раз заниженный. И 13 процентов, 13 процентов, у нас плоская шкала налогообнажения, платит в 13 процентов. Радуйтесь. Вас в 10 раз обманули. Смотрите наших ресурсов. Нету, нету. По конституции отсутствует. По конституции. Я вам могу конституцию сейчас дать, она у меня здесь. Там написано, кому недра принадлежат. Не народу. Сейчас дам. Да вы сидите, я сейчас. А вот, обойдите. Вот сюда. Вот еще мужчина тоже. Девятая статья, пункт второй. Мужчина, а вы можете вот здесь вот подписывать пока. Ну тоже можете лезть куда-нибудь там. Да, а черный комнат. А что там с первого? Да, должен работать. Ну еще. В совокупности. То, что оно, вот эта земля и другие природы. Ну и что? Как основа жизни нашей. Так, ну вы живой еще? Вы до сих пор еще живой? Получается, первая не соблюдается, а вторая соблюдается, вы хотите сказать? Вы жизнь, жизнь, жизнедеятельность как-то отличаете от собственности? Жизнедеятельность. Ну да, да, да. Ну и все. Все, живите. Кто-то, кстати, не живет. Живите, живите на здоровье. Мне повезло. Да, а недра не ваши, а недра не ваши. Жизнедеятельность что такое? Грибочки, ягодки, там хворост какой-то, вот эта рыбка там из водоема, вот это жизнедеятельность. А недра это не ваши, все, забудьте про них там, про алюминий, про нефть, про газ. У народа даже юридических функций нет. Так, а вы еще этот день и месяц рождения надо. Не, вот сюда вот. А, все, мы победим. Газетку взяли? Нет, зачем? И так все знаете? Нет, не знаю, а счастлива, благотворитель не значит. У вас же СССР. Чего? У вас же СССР. В каком смысле? Ну, в том смысле в политическом и профессиональном конструкте. А когда мы имеем... Я не понимаю, о чем вы. Вы про что вообще? Есть грибочки, ягоды и березовый сок. Ну, в определенных местах и жизнедеятельность наша поддерживается. И есть усманов, гражданин с Российской Федерации, который... Управляющий иностранным бизнесом. Управляющий иностранным бизнесом. Дальше что? Внуков, правнуков, про правнуков. Да это не надо мне тут. Это слишком сложная конструкция. Это идиотов так вот разводят на сложных конструкциях. Надо попроще размышлять. Правнуков. Сейчас еще про правнуков Усманова мы еще не обсуждали. Вы в колонии, человек третьего сорта. Как и положено, проиграли холодную войну ваши предки. Понимаете, вот я в том числе уже совершеннолетний был. Проиграли холодную войну. Управляемся из-за рубежа. Ничего необычного не происходит. У нас есть Состоевский. У нас есть Служеницы. Ну и что? В колониях тоже есть писатели. В колониях тоже писатели есть. Путин президент колонии. Вы в колонии живете. Туземец, человек третьего сорта. И я тоже, да. Вам нравится. Да, да. А вам и Трамп. Мы победим. Газетку взяли. Такую возьмите. Идите, выйдите. Телевизор это Геббельс ТВ с 91-го года. Это иностранная все это. Юрисдикция. Мы вышли телевизор вот здесь вот на Чапыгина 6. Потом оградили забором железным с пиками. Никак не залезете. В тюрьме окажетесь. Вы близко туда не подойдете. Как останки... Да подождите. Как в телевизор залезть? Вы говорите, выйдете? Да он не знает, что не видно, что ли. Не, ну пусть скажут. Никак не залезть. 700 человек убили в 93-м году, когда они полезли в телевизор. На штурме Останкина. Вот, ну, с мужчиной вот. Вот я здесь. Я что, да как, да почему. Понимаю. А теперь, вы говорите о том, что РФ у нас, это ООО. 100, говорит я? Нет, я такого не говорил. Если вы говорите, надо возразить в масштабах границ 45-го года. То есть Советский Союз. Нет, восстановить. Оно до сих пор, по международному праву, мы до сих пор уберем этих границ. Стоп, стоп, стоп. Я слышу вас. Теперь, если это остается в ООО или еще где-то, как факт, то при чем здесь Конституция РФ? Ну, потому что РФ это РФ ФСР, знаете, такая раньше была? Нет, РФ это РФ. А РФ ФСР, это РФ ФСР. РФ, РФ. Я вам сейчас Конституцию покажу. Это Конституция была взамен Конституции 78-го года РСФСР. Где написано, что это является? Сейчас, сейчас, сейчас пока. Вот. Одновременно прекращение действия Конституции, принятое 12 апреля 78-го года. То есть РФ, оно на одном из съездов депутатов было переименовано, РСФСР было переименовано в РФ. То есть мы... Мне кажется, менять Конституцию это бесполезно, надо менять всех полностью. Наоборот, всех менять бесполезно, а Конституцию то, что надо. Нет, так Конституция сама собой изменится. Нет, нет. Ничего. Понимаете? Нет, Конституция... Кто меняет Конституцию? Только всенародное голосование. Ну да, я так и говорю. Правильно? Правильно? А заменить какого-то человека в Кремле можно за 2 минуты. Нет, секундочку. Ни секундочку. Что, что, что важнее? Почему 20 лет мы поменяем этого человека? А вы не хотите, вы не хотите, вы не добивайтесь этого. Я прикладываю все усилия. Вот подписать можете. Я подпишу, просто я говорю... Все, подходите, подписывайтесь. Надо свергать просто олигархическое. Нет, там еще... Товарищ, это не за то. Это колониальная администрация. Это в Москве сидит. Это вообще неправильно. В Москве сидит колониальная администрация. Вы одну свергните, там еще 10 комплектов. Американцы вообще хотели вместо Путина Ходорковского нам. Это русский человек сбрыкнул. Понимаете, да? Вот, возьмите, можете здесь подписать, чтобы не ждать. Хотите Ходорковского, вам, пожалуйста, поменяют хоть завтра Путина на Ходорковского. Ну вот видите? Отменить, а вообще заменить Конституцию. Ну а мы и... С 27-го года Конституция у нас. Они изменят. Ну у вас пока сейчас не она. Вы только подаете в власть на это. А вы как будто с таким умеете. Так, спорьте, идите, вы не разбираетесь просто. А иначе умрем. В том-то и делал, что-то война насмерть. Да, насмерть. Никто не спорит. Подходите, мужчина. Вот, читайте полностью текст, что вы подписываете. Вот, эти согласны, можете подписать. Я вас правильно понимаю, что вы насматриваете восстановление только через какого-то большого сильного вождя. А всегда так было. В России по-другому не было. Когда у нас была татаро-монгольская ига, то был такой товарищ Дмитрий Донской. Он был выбран сначала... Кем он был выбран? Вы знаете историю вообще, хоть чуть-чуть? Вот, у него был ярлык на княжение от хана. Потом он взбунтовал... Я еще он был выбран. Так, у него был ярлык на княжение от хана. То есть он фактически под его предводительством обирался, обиралась русская земля, русский народ. А потом он взбунтовался против хана, потому что никто не хочет, когда им командуют. Тем более в таком статусе. И все, и он остановился. И каждый раз мы только освобождались, когда был лидер. В 612 году это был князь Пожарский и Минин. Хорошо. А рассматриваете ли вообще вариант без вождя, то есть как система? Может ли у нас в России существовать как система без вождя? Во-первых, России сейчас пока не существует. Мы зависимая внешнеуправляемая территория. Вот когда мы станем свободными, мы будем определять, с вождем или без вождя. Пока у вас нету, пока вы человек второго сорта, у вас нету... У вас нет ни возможности, ни прав что-то определять. Посмотрите, для начала... Вам для начала надо освободиться, потом определять. Можно я скажу, для начала нам надо вытряхнуть... То есть это и президенту нужно сделать. Для начала нам надо вытряхнуть воров, которые пришли к власти. Да, придут следующий комплект воров, которые поставят из Вашингтона. Американцы хотели Ходорковского вообще. Вместо Путина хотели Ходорковского. Вот и все. То есть вместо Путина вот сейчас Ходорковского и заживем прямо великолепно. Вот это ваше предложение. Это ваше предложение. Путина замените... Хорошо, но Путина поставили те, кто в 90-е пришел. Нет, Путина поставили те, кто у нас власть. Власть у нас в Вашингтон. Соответственно... Путина поставил Вашингтон. Так, секундочку. Нам Конституцию кто написал? А, то есть Путина... Американцы. То есть Путин пришел по американским правилам. Когда он... Если вот кто-то смотрел, это 2000-й год, кто там рядом с Путиным находился? Там все олигархи вокруг него находились. Ну да, он неплохо... Американские. Алмазы торговал за... Так, секундочку. Вы рассказываете, как неплохо на оккупированной территории может кто-то пристроиться. Я не спорю. Путин в том числе. Так, и что такое? Да, то есть вы находите человек третьего сорта на оккупированной территории. И вместо того, чтобы освободиться, вы считаете чьи-то деньги. Как вы думаете... Если вы считаете нормальным, то, что он торговал... Кому... Так, послушайте. Во-первых, вы этого не видели. Во-вторых, кому выгодно, что вы занимаетесь не тем. Вы чушью занимаетесь. Вместо того, чтобы заняться освобождением своей родины. Разобраться. Освобождение от кого, просите, пожалуйста? От внешнего управления иностранного. Внешнее управление всегда иностранцы. Внутри лишь коллаборационисты. Те, кто идет на сотрудничество... Да, а он не отрицает, он так и говорит. Единственный из депутатов, и все... Почему все на него собак спустили? Потому что он сказал правду. Я думаю, что на него собак не спустили. Все, все, все. Вот вы даже знаете. Вы что, только положительно о нем слышали? Я только отрицательно. Во! Это называется спустить собак. Если вы не знаете смысл выражения вот этого. Потому что я сам слышу его речь, мне кажется, что там клиникой помахивает. Поэтому... Да, правильно. Потому что он единственный говорит правду. Я с этого и начал. Единственный человек, который говорит правду, он похож на клинический выбор. А с другой стороны? Представляете, партизан вышел из леса, а там вокруг гитлеров все ходят, там полицаи, старосты, виселицы висят. Партизан вышел из леса, мы в оккупации, там, Гитлер капут, долой. Он похож на сумасшедшего будет, этот партизан? У меня есть остричный вопрос. Вот вы скажите, он будет похож на сумасшедшего? Вот это Федоров, вот такой вот партизан. Вот у меня остричный вопрос. Да? Он правду говорит, правду. Путин тоже правду говорит, правильно? Путин правду, он везде правду говорит. Он в 2000-м... А что о нем не говорят, что он как партизан? Он 2000-м... А кто вам должен говорить? Вы находитесь под оккупацией. Все телевидение, все радио, все газеты, они... Это гебель СМИ. Они все под оккупантами. Вам никто не скажет правду, кроме меня. Только я вам могу правду сказать. Все остальное, у вас только лапша вот на ушах. Вот вы ходите, запинаетесь вот об нее. Это оккупант получился. Коллаборационист. Оккупанты всегда иностранцы. Да. А те, кто с ними сотрудничает... Но Путин в 2000-м году сказал, что я в банду преступную внедрился, он сказал на коллегии ФСБ. Он сказал, что я внедрился. Да, это есть в интернет, залезьте, посмотрите. Он так и сказал. А зачем туда залезли? Ну а как вы думаете, Штилиц зачем залез в гестапо? Что Штилицу делает в гестапо? Это самый лучший стендап, мне кажется, за сегодня. А? Что Штилицу делает в гестапо? Нет, ладно, Штилиц. Путин зачем залез в гестапо? Да я вас спрашиваю, что делал Штилиц в гестапо? На кого он работал? На СССР. Вот и Путин работает на СССР, в американских органах власти, которые представляют за себя правительство Российской Федерации. Где это написано? Что где? Ну то, что вы сказали. В Конституции написано. 15 статья, вот 4. Вы подписали, нет? Прямо так и написано. Это Верховный суд нам так сказал. Верховный суд расшифровал вот эту статью. То, что смысл содержания и применения всех законов определяют специализированные международные учреждения. Я считал статью, но там ничего такого страшного нет. Вы про что вообще говорите? Россия подчиняется нормам и правам, если я правильно понял. Ну все, все 5000 законов написано за рубежом, ничего страшного. Все 5000 законов написано за рубежом, мы сами деньги не печатаем. Здесь их только принимают. Путин принимает вот эти все законы, которые записаны. Нет, Путин согласился занимать должность коллаборационистского президента. Вот все, что сделал Путин. Можно я скажу, если бы эти законы все-таки выполнялись, мы бы наверное... Какие? Американские? Ну хотя бы американские, даже те, которые в Конституции записаны. Ну все, все выполняются. Вам кто-то лапши навешал, все выполняются. Я скоро с вами встретиться, не вот в этом сумме. Ну газетку возьмите, там телефон мой есть. А газетку, это вот у меня далеко. Глазец, за тех, кого представляет человек. Вот это, да, газетка. Подождите, а как вы к Единой России относитесь, кстати? Да, вот вторая строчка, мой телефон. Как вы к Единой России относитесь? Да никак, у нас все партии жуликов и воров, абсолютно все. Потому что у нас все, все наше поле, партии, партии, они работают. А не вы оттуда, да? А? Санкт-Петербург, что ли, не видите? Все партии были в девяносто первом году, еще раньше сформированы на деньгах. Мы сами деньги не печатаем. Все партии питаются, в том числе Единая Россия, питаются из-за рубежа. То есть их спонсируют олигархи, американские, иностранные. А это из бюджета, мне кажется, так. Из бюджета какая-то маленькая часть. И то это сделал Путин в 2004 году. До Путина из бюджета ни копейки им не давалось. При Ельцине ни копейки они не получали из бюджета. Хорошо. Путин в 2004 году в зависимости от того, сколько голосов набрали, из бюджета им там копейки какие-то выделяются. То есть им стало не хватать зарубежного денег? Нет, Путин просто таким образом захотел партии, партии политические, от денег, от иностранных денег. Ну то есть хотя бы чуть-чуть им давать из этого, из бюджета. Хорошо. По вашему мнению, вот этот митинг вообще чего-то стоил или вообще? Ну это для дурачков. Для дурачков? Да. Для лопухов. Ну и все. А кто сюда в основном пришел вообще? Ну я туда не пришел, я вот здесь устаю. Ну а вы? Кто туда вот вошел, тот лопух, тот лопух. Вообще этот митинг посвящен тому, что... Да, они проходят там сейчас, что-то там. Ну они пройдут. Ну короче, им не нравится, которое американцы нам написали, выборные законы. Сама-то конституция, сама по себе она неплохая. Я просто буду соблюдать. Да мне плевать, как вы к ней относитесь. Это конституция колониального государства. У нас есть люди, вот против кого мы в принципе выступаем. Против тех холуев и холопов убежденных, которые как бы согласны жить... А как по вашему мнению тогда должно выглядеть? Вот смотрите, в 32 миллиона... Хорошо, уберете вы эту... Так, 32 миллиона в 93-м году пришли и проголосовали, 32 миллиона граждан, ну там Российской Федерации, пришли и проголосовали за свой халуйский статус туземный. Вот мы как бы, мы их убеждаем, вот что я делаю? Я их убеждаю, я говорю, вы идиоты, вы глупыши, вы лошары, да. И я их убеждаю, что говорю, лучше в 10 раз в 20 жить богаче в независимом своем государстве, чем подчиняться вот этому американскому однополярному миру. А люди ходят? Ну это же неплохая конституция. А вот американцы нас любят. Слушайте, а вы не рассматриваете... 80 пакетов санкций за последние 5 лет наложили. Любят вас американцы. Мы рассматривали такой вариант, что бы не Америка, а просто в 90-х кто приходил. Америка, здесь Америка, здесь Американский однополярный мир. Здесь ребята, которые со спортзала вылезли, там достали пистолеты, и они... Ну и что? Ну так и должно быть, так и должно быть. То есть это стиль управления территориями. Ворусской. Да, да, да. То есть у нас криптократия. Колониальная криптократия, да. Да, но они, они от Америки эти воры. Воры-убийцы от Америки. Кто такой Ходорковский был? Сколько он десятков человек убил? Сколько нефти у нас воровал? Он от Америки. Он только вышел из зоны, его сразу же на частный самолет и на базу на Американскую, на территорию Германии отправили. Это Американский, это... Сечина меньше украл, я Ходорковский. Сечина меньше украл, нефти. Сечина, вы вообще не знаете, что он там делает. Вам лапшу вот навешали, и вы... Сечин, Сечин, Сечин. Вот это вы при вертах ходите. Что? Что делает Сечина? А я просвещу. Он украл 20 раз больше. Во-первых, это не доказано. Если у вас есть... Вот там здание, это прокуратура районная. Вот идите с документами туда, это во-первых. А вы ходите туда? Во-вторых, Сечин... Так, должность какая у Сечина? Я ходил. Должность какая у Сечина? Председатель правления Роснефти. Вот это лапша. Эта лапша вам дошла до пояса. Он не председатель. Председатель правления Герхард Шрёдер. Немец. Немец управляет... Председатель правления наше... Сколько там всего... Сечин кто-то... Так, послушайте меня. А что Сечин? Уже не председатель правления, как вы сказали. То есть вас уже обманули. Вас уже обманули. Во-первых, председатель... Это для мира известно. А для России все знают, что Сечин. Дебилы знают, дебилы знают, что Сечин. Россиянин. Нет, я тоже россиянин. Я не дебил. Я знаю, что Герхард Шрёдер, председатель правления, а вы как бы лопухи, вы думаете, что Сечин. Я говорю, вам бы лапши навешали, вы с этой лапшой вот тут вот как бы вот так вот сакрально, тут вот все в лапше вот так вот. Такие по колено, наверное. Вы эмоциональный человек. Я нормальный. Я эмоциональный. Но все эмоциональные. А если бы не было 91-го года, вас бы на этом месте не было? Конечно не было. Я бы своими делами занимался. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Что еще? Вас больше ничего не интересует? Только зачем церковь бомбили? Вы сейчас хотите что-то возродить. Мы хотим вам мозги хоть ставить, чтобы хоть там хоть что-то было. Хоть что-то возродить, но не понимаете чего. Да, да, да. Нет, я понимаю, я вам объяснить не могу. У нас разные операционные системы. У вас Балтика-семя, а у меня как бы там это, росинка. А я бы боролся с восстановлением монархии, которую... А у вас нет таких прав. Пока вы находитесь в колонии, у вас прав никаких нет. Ритуалы уничтожили Николая II, коммунисты. Надо их всех... Сначала освободиться надо, потом уже будете тут командовать. Пока что вы халуй американский, понимаете? Пока они вам указывают, что у вас будет тут монархия, там и анархия, или там демократия. У вас пока нету прав. И вы этих, вы их пока не добиваетесь. Вот когда захотите добиваться, потом уже будете говорить, там, мне монарх, к примеру, нужен. Ну, я уважаю ваше мнение. Как вы себе представляете добиваться прав? Ну, изменить конституцию как минимум. Потому что 32 миллиона в 93-м году пошли, проголосовали за свой туземный статус, чтобы жить в колонии. 32 миллиона людей, добровольные холопы у нас в стране. Вот кто в 93-м? Вот мы их уговариваем, а также там молодежь, кто тогда еще не был. Мы их уговариваем, что плохо жить в колонии, что Макдональдс и джинсы это не все. Подписали, да? Можно подписать. А что это? Требование. И если мы это попишем, почему это? Во все органы власти будет референдум по конституции. Либо новая конституция, либо изменение старой. Нет референдум, думаю, никто не дам. Я же говорю, что будет. И будет референдум. К той советской придем, которая была в 94-м году? Нет, 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 нет. Ну, к той уже не придем. А вы от какой-то партии или от... Движение, движение. Национально-освободительное движение. Национально-освободительное движение? Нет. Да. Подписывать будьте. Да. Подходите сюда. У нас есть, которые за царя. Чтобы быть за царя, не за царя, вам нужны права. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...